20 молодых и талантливых ребят из разных уголков Нинницкого округа в этом году вновь объединил самый народный региональный форум Тельвискаарт. Главная его цель – познакомить с традициями русской культуры. Как оказалось, желающих ее изучить было немало. Среди них представители коми и нинницкого народа. О том, как объединила русская кадриль и хоровод представители разных народностей, расскажет Любовь Пермякова. Андрей Микенченко исполнил нам на балалайке «Русский строй». Молодой человек приехал из Москвы. 17-летний студент музыкального колледжа на молодежном фестивале Тельвискаарт в роли преподавателя. Да, я приехал, чтобы помогать ребятам осваивать инструменты, пение и вообще всю русскую традицию. Очень красивое место. Мы приехали сюда на катере. Это было для меня новым. Новые впечатления от форума и Тельвиски получил еще один участник фестиваля – гармонист Сергей Петров. Это что вы сейчас наиграли? Это устилемский нагреш. У вас устиль мы. Под него частушки пели. Вот, страдания. Ну, наверное, уже с детства заложено. Бабушка с дедушкой поют, играют. Ну, дедушка тоже гармонист. Вот, и как-то все с детства прививалось, прививалось. Ну, и все, сам уже в этом. Очень красивая рубашка. Это какая-то старинная? Ну, пошитые старинные ткани. Вот, это подарок с прошлой работы. Сергей Архангелогородец. Раньше работал в столице Поморья. Сейчас он сотрудник этнокультурного центра. На фестиваль мужчина привез с собой уникальные северные наигрыши и песни. Впрочем, фольклорную копилку арт Тельвиски пополнила и этнограф Наталья Кученкова. Она неоднократно ездила в экспедицию по Русскому Северу, где познакомилась с десятками обрядов. На Русском Севере, интересно, было распространено такое обычай на вечерке, когда девушки садились в ряд, вышивали что-то и ждали парней. Тут парни приходят, и что вы думаете, они заходят весело, шумно и садятся девочкам на коленки. Присаживаются. Вот такая необычная традиция была зафиксирована здесь. Это, конечно, выглядит довольно-таки странно. А связано это с тем, что на Русском Севере люди были свободными. То есть женщина не была так закрепещена. Педагог Наталья познакомила ребят с особенностями вечерок, а именно, как раньше собиралась молодежь, о чем беседовали, во что играли, как заигрывали и какие танцы исполняли на Севере. Еще один педагог форума, Анастасия Шатровская, учила молодежь местному оконю. Это своеобразный говор Нижнепечорья. Вы знаете, у нас в песнях больше околи. Вообще, мы брали весь материал, который был записан Леонтьевым от Марияны Голубковой. Марияна Голубкова, по нашим данным, она была пенежанка. То есть в песнях добавляется немножечко Архангельской области оконье, но не цоконье. Мы не йокали, не цокали, окали. Организаторы форума «Социально-культурный центр «Престиж» надеются, что 20 молодых людей из разных населенных пунктов округа не только стали ближе к русской культуре, но и в дальнейшем, применяя полученный опыт, будут организовывать народные праздники для односельчан. Новые, что мы могли? Новые четушки разучили. Пляски новые, как бы песни, все дела. Приехал педагог, показал новый вид ломания, и он нам показывал движения, там, вот такие всякие разные. А что это? Это старинные русские танцевали? Это да, да. Это тоже как с тех времен, когда собирался народ, и мужчины собирались и начинали там устраивать свои пляски. Сейчас уже все, да, как бы в русскую культуру вливаемся. Соответственно, делаем различные танцы, учим частушки. Это интересно очень. Все, чему ребята научились в течение семи дней, они продемонстрировали на главной сцене. Спектакль был создан по мотивам фольклорных находок, которые их преподаватели привезли из экспедиции. Продолжилось финальное мероприятие «Квадрата на улице», где не только участники, но и местные жители смогли приобщиться к русской культуре. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова